Правовой турнир стартовал 17 декабря. По прошествии множества семинаров, лекций, тематических игр и конференций. Участники дождались главного дня в их трехдневном учебно-тренировочном марафоне финального раунда. Он состоялся 19 декабря в императорском зале КФУ при участии почетных гостей, представителей органов исполнительной, законодательной и судебной власти Республики Татарстан и известных ученых и заслуженных преподавателей. Открытие финала турнира в торжественной обстановке состоялось под руководством главного советника при ректорате Казанского университета Рияза Минзарипова. Присутствовавшие на турнире гости отметили рост уровня организации ежегодного мероприятия, а также прогрессивное развитие содержательного наполнения образовательных технологий. Кроме этого была отмечена и ключевая тема турнира эпоха «Легалтэч». Спикеры подчеркнули ее значимость в рамках мероприятий и развития правового государства и правовой культуры граждан. «Легалтэк» на самом деле на руководстве как раз где-то в этом промежутке взаимодействия противоположного, как единственная борьба противоположностей в материалистической диалетике. То состояние, да, и та подроба, которую сегодня обозначали, которая с одной стороны очень интересна имя, потому что они до конца не знают, что это будет. И мало того, они даже не подозревают, что это будет, скорее всего, в конечном итоге и в обслуживании то, что не будет дождаться. В результате трехдневной схватки победителем дебатов стала команда господа Головлева лицея номер 35 Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Участникам были вручены грамоты и памятные призы за участие в столь непростом, но захватывающем соревновании. Ребят, которые особо проявили себя во время турнира, наградили ценными подарками. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус.